Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Вашкортостан достигнет показателей по переработке утилизации отходов на 5 лет раньше, чем требуется нацпроектом «Экология». Изначально документ обязывает выполнить эти задачи до 2030 года, о чем на оперативном совещании сообщил премьер-министр Андрей Назаров. Он отметил, что этому будет способствовать строительство в регионе крупных мусоросортировочных комплексов. На Петербургском экономическом форуме Башкортостан заключил соглашение с российским экооператором. Компания на условиях концессии построит в республике три объекта. Они смогут обрабатывать более 600 тысяч тонн отходов ежегодно. Республика намерена сохранять лидерство среди российских регионов по сбору и вывозу ТКО. В этой связи Андрей Назаров поручил профильному ведомству уже в этом году наладить эффективную работу с отходами на всех этапах при сборе, вывозе и утилизации. На прошлой неделе жители жаловались на рекоператоров в соцсетях, чаще всего на компанию «Дюртелемилеводстрой», с руководством которой власти планируют встретиться уже в ближайшее время. К сожалению, дюртелемилеводстрой работают плохо, поэтому будем с ними вести переговоры. Так мы не оставим, чтобы они работали плохо, а мы на это сквозь пальцы смотрели. Так не получится и непозволительно для нас смысл нашей работы, в чем заключается. По мосту хозяйству тоже здесь столица, здесь повышенные требования, здесь не должно быть никаких сбоев. Напомню, в республике работают четыре кооператора, которые разделили муниципалитеты на зоны выполнения задач. «Дюртелемилеводстрой» обслуживает 12 районов и городов, спецавтохозяйство 14, экосети 19 и экология Т11. В рамках обязательств перед правительством республики они принялись реализовывать проекты, которые минимизируют именно захоронение отходов. В Башкортостане перенесли завершение ямочного ремонта и устранение дефектов дорожного полотна до 30 июня. Это связано с тем, что не во всех районах республики работы проводились по графику. Об этом заявил Андрей Назаров. Всего из более чем 9700 километров местных дорог, которые находятся в ведении муниципалитетов, проинспектировали более 8700 километров. Это 90%. В целом на дорогах местного значения выявили более 41,5 тысячи нарушений. Из них отремонтировали свыше 29 тысяч дефектов. Это 70%. В большинстве муниципалитетов проверочные работы завершены. В зеленой зоне находятся только 5 городов и 16 районов республики. В двух районах, Довлекановский и Ильичевский, продолжается инспектирование дорог на выявление цифровых дефектов. Поэтому считаю, что работы по строению ямочности там еще не закончены. В желтой зоне по устранению дефектов находятся 2 городских округа и 21 район. Выполнение составляет от 30 до 90%. В красной зоне находятся 2 городских округа и 17 муниципальных районов. Выполнение где составляет от 0 до 30%. Низкий темп работы по инспектированию дорог и ликвидации ямочностью также в Буравьевском районе. Напомню, проверку дорожных ям и полотна требовалось завершить до 15 мая. В свою очередь, ремонтные работы было необходимо закончить до 15 июня. Спрос на услуги юристов, бухгалтеров и консультантов в Уфе за год вырос на 84%. Об этом свидетельствует совместное исследование платформы АВИТ и услуги агентства ОРО. Самая большая популярность у консультационной помощи по финансовым и юридическим вопросам. Спрос на таких специалистов в регионе вырос на 138%. Число предложений также увеличилось на 91%. Юристов ищут на 16% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как правило, обращаются за юр с сопровождением бизнеса для помощи в составлении договоров, претензий, исков и заявлений. Спрос на финансовые услуги в мае вырос на 26%, чем был год назад. Среди популярных запросов составление отчетной документации, введение бюджетов организации регистрации индивидуального предпринимателя и общества с ограниченной ответственностью помощь в заполнении декларации. Как отметили региональные эксперты, в АВИТ обращаются за услугами с мелким чеком. Солидные компании в основном работают по рекомендациям. В целом же увеличение спроса на бухгалтерские услуги может быть связано с нехваткой специалиста в этой области. Сейчас дефицит в кадрах. Я бы сказала, даже кадровый голод, причем не просто в бухгалтерии, а во многих отраслях. И если раньше вакансия бухгалтера закрывалась примерно за месяц-полтора, то сейчас у меня есть компании, которые по три месяца не могут найти себе бухгалтера в штат. И, возможно, в связи с этим также обращаются на АВИТО за какими-то разовыми услугами. По данным аналитиков, деловые услуги занимают на рынке третье место по числу занятых исполнителей в России после сферы бьюти-услуг и обучения. С апреля 2022 года по март 2023 эта категория специалистов по всей стране выполнила почти 290 миллионов заказов, а их суммарная выручка составила почти полтора триллиона рублей. 23 июня пройдет второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» и мероприятия организуют во всех городах и районах республики. В Уфе местом проведения ярмарки станет Уфа-арена. Около тысячи работодателей республики представят более 11 тысяч вакансий. Среди них как малые и средние предприятия, так и крупные корпорации. Среди наиболее интересных позиций, например, машинист-оператор асфальтоукладчика с заработной платой от 120 до 130 тысяч рублей. Программист 1С с заработной платой от 200 тысяч. Инженер-геодезист с заработной платой 80 тысяч рублей. В Уфе фестиваль профессии начнется в 10 часов утра и будет поделен на несколько зон. Это зона профориентационных проб, зона работодателей, зона образовательных организаций, зона дошкольной и школьной профориентации, зона защитников отечества, семейная зона и карьерная литература. Помимо предложений о работе, гостей ярмарки ждут консультации психологов, различные трансформационные игры, экспозиции спецтехники. В рамках ярмарки трудоустройства в городах и районах пройдут профориентационные туры на крупнейшие предприятия республики. Принять участие в Уфимском мероприятии смогут всежелающие. На Уфо-арене организуют онлайн-собеседование для жителей отдаленных районов и других регионов страны. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.